Сегодня на Климовицком ликерогарылочном заводе працует более за 600 человек. Причем третий их на подсобные сельско-господарчивой творчестве. Деяность проклеимства на сегодняшний день заявляется стратной. В экономичный суд свернулись аккредиторы, а их немало. Назову лишь одну цифру. Общий размер долгов в настоящее время составляет порядка 83% всех активов должника. Поэтому, естественно, единовременное удовлетворение требований всех кредиторов может привести к остановке производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 100% акций ликерогарылочного завода належит державе. Тому махилевские улады потребляют высылки концерна харчовой промысловости, до якого належит предприемство, распочать минавито процедуру санации, что значит замороживание долгов и наступное финансовое оздоровление. Про это рассказал наместник старшини Махилевска АБВКонкама Дмитрий Харитончик у студии телерадиокомпании Махилев. Ни в коем случае не допустить до каких-то там, пока даже речи не идет о ликвидации. Именно ведется... Это предприятие, городообразующее, в веговосточной зоне тем более. Все это прекрасно понимаем, поэтому ведется непосредственная работа для того, чтобы остановить ту финансовую нагрузку, которая есть, во-первых, ее пока дать возможность предприятию вздохнуть, и, соответственно, реструктурируя эту задолженность в дальнейшем двигаться по наращиванию объемов продукции. Теперь на завод призначенный антикризисный керавник Эдуард Арешко. По воде его информации, завод працует без перопын, но в штатном режиме люди отремливают зарубок. Есть планы на поширение ассортименту, а самое главное – это вынести на працу без стратов. До начала февраля будущего 2018 года антикризисный управляющий обязан провести первое общее собрание кредиторов должника РУП Климатической ЛВЗ, на котором фактически будет определена дорожная карта для данного предприятия. Это либо ликвидация, либо санация. Но с учетом того, что данное предприятие является одним из основных налогоплательщиков области, с учетом того, что возможно, даже на данном этапе мы увидим выход на рентабельную работу, все-таки мы прогнозируем, что кредиторы согласятся с тем, что в отношении предприятия необходимо открыть процедуру санации, то есть оздоровление, восстановление платежеспособности. Илона Иванова, Виталь Алексеенко, Валерий Яромин. Новина Региона.